всех приветствую на канале боженита Омской области с вами я ведущий Влад сегодня весна тепло хорошо можно заниматься лечением геморроя какого геморроя вот геморроя который остался по наследству трактору ЛТЗ-60 от трактора Т-40 сейчас я его покажу и вы сами поймете о чем идет речь смотрим на заднее колесо и кто специалисты по Т-40 сразу поймут о чем идет речь а речь идет от течи масла из бортовой в общем как каждую весну пятый год наверное подряд начинается с одного и того же начинаю лечить этот геморрой лето езди работаю как осенью геморрой проявляется снова опять сейчас я разберу и покажу может быть кто сталкивается с этим и знает что сделать будет очень интересно напишите в комментариях поправить если что делаю не так ну а пока я снимаю колесо и будет все ясно и понятно что там за геморрой блин такой с которым я уже много лет не могу справиться так вот он так же как у человека в заду вот бортовая прикручивается там болты и вот эти вот болты как весной начинаю лечить этот геморрой к осени он опять проявляется вот там шпильки стоят бортовая прикручена гайки сейчас я откручу и будет наглядно видно в общем все в масле кошмар приготовил гайки открутил с гайками то все нормально но блин с ключом с баллонником большая проблема идем в баллонник короче я уже покупал его в наше постсоветское время и к трактору ни хрена никаких ключей не было самое главное не было баллонника пытался я купить баллонник стоит бешеных денег ну такой здоровый баллон советский ключ на 32 ходил по хитрому рынку ни хрена не могу найти по деревне бегал спрашиваю одного у другого третьего у кого есть тот не дает самому надо а у кого нету нету и все также мучаются если у кого остался баллонник я куплю а так мучаюсь накидным на 32 можно купить советский баллонник не советский сейчас современный баллонник но там такая ерунда короче вот оно колесо все в масле периодически приходится доливать так коробку заведую счастливым владателем советской техники сейчас покажу почему смотрим и слушаем железо а тут другой звук другой а тут пластмасса советские времена все делалось в века современное время чтобы удешевить продукцию а соответственно ее облегчить делать из пластмасса но это ладно крылья это все понятно а тут другой еще момент задняя крышка бортовой вы слышите тоже пластмассовая короче в лес поехал назад завал колесо я скинул отодвинул в сторону смотрим бортовую так чем мы видим отломанным шпилька так эти шпильки я уже давно сорвалась резьба мелкая их выкрутил поставил болты короче здесь была резьба я резьбу значит срезал чистил убрал поставил болты с мелкой резьбой гаечками и периодически их закручиваю и сейчас в настоящий момент утром закрутил вечером приезжаешь утро проверяешь все опять откручено сейчас буду скидывать бортовую все эти гаек конечно открутить можно с той стороны и болты вытащить но чтобы снять бортовую нужно эту крышку снять там болт его нужно длинный болт вытащить иначе никак и бортовая очень тяжелая снять можно одевать довольно сложно кто бортовую ни разу не разбирал имейте ввиду пока вот этот болт не выкрутишь ее не вытащишь скинул я бортовую легко сказать скинул скинуть это ерунда вот одевать это да так проверяю направляющие шпильки блять шпильки болтаются разбит это со шпильки наверно ничего не будет а чугуняк особо разбито и это тоже болтается надо будем думать что делать реликс выбиты или чё посмотрим так тут обломана одна шпилька с резьбой попробуйте вытащить тут непонятно чё целая не целая пытался купить другие шпильки я не могу купить с одинаковой резьбой есть а по идее то должна быть мелкая резьба ладно поглядим что еще то можно сделать за один день разобрать все не получается приходится разбирать и на второе на третий день ну короче не так просто как это кажется глазами может все легко можно разобрать на самом деле довольно сложно подойди сюда я покажу снял я бортовую тяжелой кое-как ее отодвинул за бортовой идет вот такой вот бокс там внутри находится тормозной барабан полуось короче ищу откуда бежит масло сейчас я полуось вытащу сальник то вот он находится здесь стоит прокладка паранитовая эту сторону я еще ни разу не разбирал тут и разбирал сюда встать и приблизить маленько здесь резинка целая вот она полуось все на той стороне меня вот здесь внутри вот в этом вот барабане тормозном связала шлицы я его разбирал менял но здесь тоже шлицы подношенные но еще пока терпит кстати когда менял вот этот барабан полость была целая пришлось мне срезать вот эти вот заклепки расшорошил отверстие болты закрутил забил их чтобы не клепать и сальник вот то вот он находится я его достать достал а тут даже два сальника номер я сейчас не прочитаю а понятно вот он порвался сальник уже все износ нужно искать такие сальники поменяю сальники вот эти вот посмотрим ладно у кого есть какие соображения певиатр не механизатор любитель у кого какие соображения есть по поводу вот этого геморроя течи масла из коробки пишите комментируйте поправляйте меня если что не так все ваши комментарии я обязательно прочту все ваши напустия постараюсь выполнить а пока я в ближайшие дни поеду в город покупать сальники потом буду собирать заново здесь вот тоже стоит паранитовая прокладка но что то она мне не нравится бумагу что ли поставить прессованную ладно до скорой встречи